Добрый понедельник. Надеюсь, ваша прошлая неделя была хорошей. Пожелаю вам хорошей будущей недели. Сижу здесь в карантине, как у нас всех наверняка, но хотел замечать несколько яркие хорошие новости из прошлой недели. И в будущем, если у вас есть какие-то хорошие новости, обязательно выслать эти новости ко мне, чтобы я мог отдалиться с вами всех, чтобы все могли слушать, как Бог работает. Первые новости – огромное поздравление к Глушенков и Абокукной семье. Вот это две семьи, которые живут в Москва – это Рома и Ира, Сергей и Марина. Сергей и Марина – они полновременно служители Московской церкови сейчас. Сергей писал очень классную книгу, обязательно читать ему. Но вот эти две пары, они очень такие, ну, в моем голове особенные друзья и люди, которые всегда боролся за спасение людей. Очень добрые, заботливые и очень верные. И Марина и Ира, их папа Анатолий, он много лет просто не интересовался христианством. К сожалению, он в последнее время заболел. И они боролись в молитве и долился с ним. И он принял решение за заниматься Библией. Бог открыл его сердце. И это просто потрясающе. Окрыл сердце, он решил заниматься Библией, и Анатолий крестился. Спасибо Богу за его огромную милость. Спасибо Сереже и Роме, как вы боролись за вашу жену и папу. Очень большое поздравление вас, что Анатолий стал наш брат. К сожалению, прямо накануне этой новости, а через несколько дней Анатолий умер и прошел уже к отцу. Из этого, конечно, печальные соболезни ваша семья, но и мы тоже на духовный план. Очень-очень благодарен Богу, что твой папа на небесах и ждет вас. Но это потрясающая новость, что Анатолий сейчас с Богом. Вторая новость и очень вдохновляющая для нас. Мы с женой, мы с Леной, мы заботимся об разных церквях в Восточной Европе. И у нас должен быть конференц прошлой субботе в Будапеште со шесть разных церквей и их команды лидерства, служителей, которые ведут церковь вместе там в их городе. И, очевидно, мы не могли добраться до Будапешта, но мы решили делать на Zoom наша восточная группа церквей конференции. И было потрясающе. Вот здесь фотка. Ты видишь лицо. 47 человек. Мы два часа провели вместе. Мы молились, делился хорошие новости и начинал отрабатывать какие-то планы, как в дальнейшем будем работать, тем более в таких ситуациях. Конечно, это печально, что, может, мы все в карантине не можем ездить друг к другу. Но на другой стороне было очень приятно видеть, что мы можем собраться значительной чашей, потому что когда-то поездки и дорого, и далеко, мы максимум могли раз в году собраться все вместе. Благодаря технологии мы можем почаще сейчас собраться все вместе. И это очень вдохновляет. Очень люблю это, братья и сестры. Очень благодарны за их служение в городах. Городов здесь, которые представлены, это София, Бухарест, Будапешт, Заграб, Тирана и Истамбул. Молитесь за это в разных странах и городах, чтобы Бог работал там. Третья новость. В прошлый вторник мы открыли новую страницу в Facebook, которая называется «Молиться за наше глобальное общение тех братья и сестры, которые заболели COVID-19». И там ведется список все наши братья и сестры, неважно в какой церковь, неважно в какой стране, и их прямые родственники с просьбой молитвы, чтобы они выздоровели. И там ведется текущий список. Если вы могли туда подключиться и молиться за ваши братья и сестры, которые сейчас заболели, я уверен, что они будут очень-очень благодарны за вашу молитву. Мы открыли эту страницу в вторник. Уже типа 900 человек следит. Надеюсь, что будет добавиться больше. Субботовичем мы решили раз недели делать такой живой онлайн Facebook молитвы за всех, которые болеют. И было очень приятно видеть, что сегодня утром я смотрел, что уже почти три с половиной тысячи человек участвовали в этой молитве за все наши братья и сестры. Это очень-очень приятно. Давай продолжаем постоянно молиться за друг друга, правители, за те, которые служат, медсестры, врачи, которые борются за жизнь людей. Это потрясающее время мы сейчас живем, в котором востребуется очень много молитв, я верю. Спасибо за участие в этом. Последнюю новость хочу с вами долиться. Суббота было крещение в Одесса церковь. Поздравляем Одесса церковь, что во время карантин любим, заботимся и делимся нашей верой и любовь к Богу с другими людьми. И добро пожаловать здесь. Вы видите фотку Инна. Добро пожаловать, Инна, к царству Бога и наша семья. Мы очень рады за тебя. И сейчас мы заканчиваем это видео. Вы можете смотреть ролик о ее крещении. Но желаю вам прекрасной недели, братья и сестры. Вас очень люблю. Пусть Бог хранит нам и благослови нас. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот оно. Вот оно крещение. Хороших вам близких отношений, с Богом. Берегите себя. Не болейте. Мы вас любим.